Максимально естественно лицо на это сделано. Ты расслабься. Тайпить у меня. Погнали. Расслабился? Нет. Ну ладно, сейчас все хорошо будет. Поехали. Саш, привет. У меня два вопроса в одном. Это как ты узнал о трейдинге и как ты стал трейдером? Эта мысль мне еще пришла, наверное, на последних курсах университета. Когда я посмотрел сначала фильм «Волк с Уолл-стрит», как бы это банально не звучало, тогда мне эта тема засела в голове. И потом выходит фильм «Игра на понижение». Я его смотрю, и тут у меня все в голове такое. Это какой год? «Игра на понижение» 15-й год вышла. А «Волк с Уолл-стрит» 13-й. То есть с 13-го года семя в голове себе посеял. И оно все прорастало, прорастало. И после того, как вышел фильм «Игра на понижение», я начал искать информацию в интернете, какие компании есть, которые занимаются трейдингом, где можно найти работу, пройти обучение. Ну, я нашел компанию, там было очень дорогое обучение, там что, 60 тысяч. Я такой на тот момент подумал, ладно, сейчас закончу университет, защищу диплом, подзаработаю денежку, пройду обучение и начну. И в итоге пришел к одной компании, где там доступное обучение было. Мы оба с тобой знаем, что есть несколько видов трейдинга, там внутридневной, среднесрочный, долгосрочный. А внутридневной трейдинг – это неосознанное, так скажем, решение. То есть ты пришел в компанию, и просто они этим занимались, и ты начал этим заниматься. Получается так? Да, да. Или целенаправленно внутридневная торговля? Знаешь, я почитал много информации, просмотрел много информации. В принципе, понимал, что есть там среднесрочная торговля, есть внутридневная. Но так совпало, что было доступное обучение именно по цене во внутридневной торговле. То есть я, соответственно, пошел проходить обучение там. Это энергозатратная все-таки как бы деятельность изо дня в день. Вот что тебя мотивирует изо дня в день приходить в офис и торговать именно внутри дня? Во-первых, мне это доставляет удовольствие, так сказать. Это и хобби, и работа одновременно. Ну, то есть так совпало. Знаешь, когда человек играет, начал учиться на гитаре, играет на гитаре, ему это нравится, это у него хобби. А потом он решил сделать свою группу. Он начинает писать песни, у него пошли первые концерты, он начинает этим зарабатывать. Ему это не надоедает. Так и здесь, в принципе, это работает. Мотивация в том, что есть интерес. Просто искренний интерес к тому, Ну и плюс... Заработок. Заработок, да. Что-то далеко ходить. Ты говоришь, ты начал в компании. Почему ты сейчас торгуешь в LogCap? Я помню, увидел твой ролик на Ютубе, увидел там геолокацию Воронеж. Вот. И я такой думаю, о, классно. Тут такой классный трейдер у нас в Воронеже. Надо познакомиться. Потом узнаю, что это еще и компания здесь, офис. И как раз в этот момент проходила конференция Московской биржи в Мариотте, в отеле. Я увидел тебя в спикерах. Я в этот момент сидел дома у себя, торговал, общался там с ребятами. У нас там, ну, какой-то комьюнити небольшой было, там, 3-4 человека. И мне дома очень сильно не нравилось работать. Там, нерабочая атмосфера, меня это расслабляло. Вот, постоянно на что-то отвлекаешься. И мне хотелось очень сильно в офисе, чтобы с топовыми трейдерами сидеть. И как раз увидел тебя на YouTube. И принял решение пойти на конференцию с тобой познакомиться и попроситься в офис. Так и вот здесь оказался. Там много людей подходило тогда после конференции. Надо будет сюда воткнуть этот кадр, когда все вокруг стоят и ты там есть. А, я же снимал. Да, там, да, снимали это. Сколько на данный момент ты уже торгуешь по времени? Больше двух лет. Там, два с половиной почти года уже, наверное. Я бы сказал, всего два с половиной. Всего два с половиной, да. Откуда ты? Где ты вырос? Я вырос в Воронежской области, в Анинском районе, в деревне, Архангельской называется. Вот, в принципе, оттуда я и родом. Потом переехал в Воронеж, когда поступил в университет. А чем ты занимался в внушестве? Какое у тебя было занятие, может быть, спорт, увлечение? Футболом занимался, за школу там в основном играл. Ну, у нас там особо не было таких, так сказать, не было особо большого выбора, чем заниматься. Поэтому у нас либо футбол, либо баскетбол. Вот. Я футболом там занимался, бегал. Ну, как-то профессионально, или это чисто такая дворовая история? Ну, это мы там, может, на районные соревнования какие-то ездили, и все. А с какими трудностями изначально ты столкнулся вот на первых этапах своей карьеры? Как бы я не хотел занизить свои ожидания, они были все равно завышены. Ну, я думал, это будет намного проще реализовать себя вот в этой сфере. Но, к сожалению... Ну, а чего ты ждал изначально? Я рассчитывал, знаешь, через 4 месяца, 4-5, уже выйти на доход, 30-40 тысяч, ну, чтобы комфортно жить. Ну, мне хватало на еду, на одежду и оплатить квартиру. Ну, времени немного побольше прошло, но, в принципе, я себе выделил год. Вот, если у меня не получилось бы за этот год себя как-то реализовать, я бы, наверное, закончил. Но, к счастью, у меня получилось за этот год там показать какие-то результаты. Вот, и, соответственно, я продолжу этим заниматься. И мои котята. 10 минут открытия ебучего казино. Это надо будет вставить. Кстати, а там будет слышно? Попробуй вспомнить себя на первых этапах и скажи, пожалуйста, с какими трудностями сталкивается начинающий трейдер? Пообщавшись со многими трейдерами, плюс на своем опыте, у многих такая проблема, как поддержка близких, потому что никто не знает, чем твой сын, твой муж, твой брат. Для нашей страны, вот в нашей стране, это темный лес. Это, наверное, одна из первых и главных причин. Ну, потому что все-таки психология играет важную роль в трейдинге. Вот, и от твоего психологического состояния, соответственно, зависит и твои результаты. Вот. Вторая проблема, это, наверное, какая-то денежная составляющая. То есть, есть ли у тебя подушка, есть ли у тебя какой-то пассивный доход, чтобы ты мог спокойно заниматься, развивать свои навыки. А вот это, наверное, вторая главная проблема, я считаю. Все по-разному с ней справляются. Кто-то там параллельно работает в такси, кто-то на заводе. У всех там свой разный путь. Кто-то накопил подушку там на год себе, на полтора, и решил чисто уделить время, вот это все время трейдингу. Мне повезло то, что я с этими проблемами практически не столкнулся, так как у меня была поддержка близких, что очень редко бывает, потому что общаешься с ребятами. Это вообще странно. Вот. И все такие, когда я рассказываю, вот там я поговорил с родными, все, они такие, давай, поддержим, занимаюсь, классная типа тема, классный выбор. И все такие на меня удивленно смотрят, что... Все родственники поддержали, или все-таки были кто-то, кто был против того, чем ты начал заниматься? Из близких, вот самых близких, ну, то есть там, мама, папа, сестра родная там, ну, никто против не был. Слушай, это удивительно, на самом деле. Обалдеть. Вот в этом плане мне очень повезло, и было намного легче, вот как бы, пройти весь этот путь. Вторая проблема, это уже, ну, денежная составляющая, там параллельно пытался реализовать себя в продажах. Скажи, пожалуйста, как прогрессировать? Вот ты начал заниматься этим, есть ли какие-то правила, возможно, приемы? Поставил цель, поставил временные рамки для выполнения этой цели, вот, и идешь просто по этому пути, ни на что не отвлекаясь. То есть, по-твоему, лучше уделять именно фуллтайм для торговли, нежели совмещать с чем-то. Конечно, я считаю, что нужно максимально большое количество времени уделять развитию своих навыков, практики, торговли. Чем больше у тебя практики, тем быстрее будут какие-то результаты. Потому что, ну, теория, ты можешь там 15 книжек прочитать, можешь там 10 курсов пройти и так не сесть за компьютер, не начать торговать, у тебя, ну, не получится. Я в свою очередь скажу, что я, наверное, за вот эти два с половиной года, ну, книжки две, наверное, по трейдингу прочитал. Ну, одну по теханализу и одну там... Помогли. Слушай, я скажу, я их начал читать, когда у меня уже какие-то результаты были. То есть, до всего там сам дошел своими мозгами. Ну, и плюс YouTube-канал там твой. Кстати, очень помог. Вот. Книги, ну, не знаю, вряд ли они поспособствуют... Посоветуй одну книгу, которая может быть полезна тому, кто уже торгует, но хочет прогрессировать. Может, какая-нибудь книжка одна. Ну, не знаю, я, наверное, банальную вещь скажу, но вот книг один хороший трейд, очень хороший, такой вариант в плане дополнительной мотивации какой-то, наверное, и понимания, как правильно там торговать. Как ты считаешь ее, когда лучше прочитать? Именно на начальном этапе или когда ты уже имеешь какой-то опыт? Я думаю, ее несколько раз надо прочитать. А, и тогда, и тогда? Да. Я согласен, да. И она по-другому читается уже, когда ты имеешь опыт. Вот я как раз ее прочитал в начале своего пути и уже там через годик, наверное, полтора. Ну, и разное восприятие. Скажи, пожалуйста, какое у тебя образование? Я экономист по образованию, закончил даклавриат, магистратуру, вот. Пытался поступать еще на юридические, на второе высшее, но не срослось, не получилось. А в чем проблема? Когда я сдавал экзамен, у меня засвонил будильник на экзамене, меня выгнали. Обалдеть. Из будильника тупо. И поэтому... Подожди, а что за экзамен? В смысле, это экзамен какой-то... Мне нужна была история, чтобы поступить на юрфак, так как в одиннадцатом классе я не сдавал, надо было дополнительно сдать вот этот предмет. Но не получилось, не срослось. И слава богу. Ну, и слава богу, да. Не особо-то оно мне пригодилось бы. У тебя специалитет или бакалавриат? Бакалавриат на очном, да. И вот как раз в магистратуре, когда закончил, пришел к трейдингу после магистратуры. Практически сразу. А где ты работал, чем занимался во время студенчества? Слушай, я чем только не занимался, у меня постоянно какие-то там бизнес-проекты были, какие-то мысли, где-то подрабатывал. Нигде долго не задерживался, но подработки были. самое такое интересное, наверное, в 15-м году работал ведущим на корпоративах, проводил новогодние корпоративы в качестве ведущего, потом в качестве Деда Мороза, ходил там по квартирам со Снегурочкой поздравлял. Вот. Это, наверное, такое самое интересное, запоминающееся. Ну, где-то годика два-три этим позанимался. Ну, это чисто так ради подработки, что там какую-то денежку небольшую заработать. А сколько ты зарабатывал, работая на дядю? Сколько тебе платили во время студенчества? Слушай, я по времени долго особо не работал, максимум месяц у меня был период. Это прям вообще недолго. Да-да-да. Вот именно на постоянке где не было. Ну, в среднем, если я тысячу-полторы за какую-то смену получал, ну, для студенчества нормально было. Мне хватало. Такой работы прям не было? То есть, где-то... Ну, я не совмещал именно, чтобы отдельно работа, учеба. У меня такого не было. Как ты мог позволить себе торговать на первых этапах, не имея вот какой-то работы и заработка? То есть, как ты мог позволить себе вообще в принципе жить и торговать? Слушай, ну, я про это говорил, что я в то время, как начал заниматься тренингом, я пробовал себя реализовать в продажах. Я работал внештатным сотрудником в одной фирме по продаже гербицидов, семян для фермеров. И вот я этим и занимался. во время трейдинга, да. Ну, если честно, я не особо реализовался в этой сфере, не особо мне это нравилось. И новая для меня тема фермерства, я никогда с этим не сталкивался, несмотря на то, что вырос в деревне. И как-то сложновато было. И этот доход не покрывал мои обязательства, точнее, мои нужды для жизни. Мне помогали родители, у них была возможность, они какой-то период несколько месяцев помогли. Еще был один проект на последнем курсе. Хотел сюда в Воронеж привезти приложение онлайн ЖКХ, все, так сказать, автоматизировать весь процесс взаимодействия управляющей компанией, жителей. Мне эта тема была интересна. Откуда этот проект? есть команда ребят, которые сделали приложение это, то есть... В каком-то городе? Да, у них в Сочи офис был. И они по формату франшизы продвигали на Россию это приложение, то есть, они давали эксклюзивные права на город. И ты, соответственно, хозяин города, хозяин, владелец это приложение в Воронеже. У меня уже были там подготовлены все документы, договоренности, уже там, ну, все практически было настроено, уже там с управляющими компаниями договорился, но самый главный вопрос, я не решил, это вопрос денег, там очень много денег надо было. Денег на что? На лицензию это? Ну, вообще на запуск этого бизнеса. Помимо того, что за франшизу ты должен заплатить за пользование этим приложением, ты должен еще какие-то там затраты на маркетинг, на раскрутку. А для управляющих компаний для чего это? То есть, они же могут этим заниматься? Нет, в том-то дело, то, что там нужно еще нужно оборудование, камеры, ну, чтобы снабжать дома камерами. Ты не знаешь, сейчас работает этот проект? Есть? Слушай, я как-то следил какое-то время, но не увидел там какого-то роста сильного какой-то экспансии. Я так понимаю, что... Локально в Сочи остались, наверное. Да, не особо популярным стал этот проект. И как раз-таки это, наверное, последнее, чем я занимался до трейдинга. сколько ты торгуешь вообще в принципе на фондовом, на срочном рынке? На московской бирже я как раз-таки торгую ровно два с половиной года, там плюс-минус. А крипту я начал торговать в феврале прошлого года. Ну, то есть, получается, год с небольшим только прошел. и скажу так, что те навыки, которые я получил на московской бирже, риск менеджмент, мани менеджмент очень сильно помогли в криптовалюте. Очень сильно помогли быстро стартануть. Ты можешь выделить какие-нибудь особенности различия между фондовым рынком и крипторынком? На криптовалюте ты тратишь больше эмоций, у тебя больше рисков там словить тильт. Как думаешь, с чем это связано? Ну, это связано, скорее всего, с большой волатильностью и плюс, наверное, там немного побольше заработок, так как он в долларах. И иногда включается такое жадность, нежадность, но это уже, наверное, относится к тильту самому. Знаешь, я бы, наверное, это сказал скорость. То есть, очень разная скорость рынка на крип, криптоэйфоны. Хорошо, а с точки зрения технической составляющей как отличается? Или отличается ли вообще в принципе? Техника, она везде одинакова на любых рынках. Возьми криптобиржу, московскую, американскую. Теханализ, он один. Психология рынка, психология людей, она одна везде. Просто разница в том, что где-то более, в криптовалюте более технично она отрабатывается, более чище я бы сказал. Но не всегда. Это в те моменты, когда рынок активный. Я хотел это заметить, что это не всегда так. Ну, то есть, смотри, если мы возьмем, например, рынок прошлого года фондовый и сравним его с тем, что сейчас на крипторынке. То есть, тогда, когда крипторынок ходил, фондовый рынок не таким техничным был. И то же самое сейчас. Сейчас вроде фондовый рынок ходит в связи там с экономическими и политической ситуацией. А крипторынок уже не такой техничный, как был до этого. Здесь, наверное, больше, мне кажется, это зависит от фундаментала, от новостного фона, что в мире творится. Можешь сказать, когда ты заработал свои первые 100 тысяч рублей? Относительно того периода, когда ты начал. То есть, ты начал 2,5 года назад. Давай начну с того, что когда я вывел первые деньги, не когда заработал 100 тысяч, а когда вывел первые деньги. Первые 10 тысяч, я помню, вывел. Это, наверное, спустя в сентябре 1920 года я вывел. Ну, это где-то 9 месяцев, 8 прошло. Что-то такое, не помню. Вот. Я вывел первые 10 тысяч, пошел в магазин, пятерочку, купил себе какого-то темного классного пива, там, рублей за 200, за 300. купил себе копченого мяса, нарезка. Порадовал себя. Да, да, да. Праздник живота устроил. Да. Ну, и пришел на кухню, сел, выпил эту бутылочку пива и такой, да, вот они, деньги. 10 тысяч заработал. Да, 10 тысяч. Слушай, ну, зато своими пассивными заработали. Ну, я их вывел, потому что, ну, просто, чтобы ощутить, потому что, ну, я торгую уже, там, там, почти год, и вроде какие-то результаты есть, какие-то деньги, там, зарабатываю, но их не ощущаю. Я вывел, чтобы, ну, почувствовать. Вот, и буквально вот после этого, через месяц, наверное, в ноябре 20-го, не помню, по-моему, даже скрин где-то есть в группе. Я там выложил, вот, как раз первые 100 тысяч заработал. А помнишь, на чем это было? Может быть, какая-то конкретная ситуация, какая-то конкретная бумага, или это просто рынок ходил? Рынок был активный, тогда фичи очень сильно летали, какой-то новостной фон, по-моему, даже был. Вот, и как раз там, фичи, акции, там, очень активно ходили. Ну, это сумма, там, в течение месяца. То есть, относительно старта это было, сколько времени прошло? Ну, как раз ровно год. Год? Да. Ну, достаточно быстро, на мой взгляд. А у тебя есть какая-нибудь значимая покупка, которую, что-то приобрел благодаря трейдингу? Или, возможно, у тебя есть в планах, в ближайших планах приобрести что-то? Ну, это, скорее всего, последнее приобретение. Компьютер, да. Нет, все-таки, наверное, поездка на отдых была позначимее. То есть, путешествие, это пока что самое значимое, что тебе позволил трейдинг? Ну, наверное, это одно из самых дорогих трат в плане получения эмоций. Вот. Ну, вещь купить, это одно, а если вот куда-то улететь, попутешествовать, немного другой спектр эмоций получаешь и как-то больше придаешь этому значение. Вот. Это, наверное, вот как раз отдых в Дубае, вот в январе мы летали. Наверное, одно из самых таких запоминающихся. Понравилось? Таких значимых. Да, очень. Класс. Были ли у тебя убыточные месяцы или более длительные периоды? Конечно. Это прям у меня какое-то время проблема была. Иногда после там серии успешных месяцев, у меня прям один-два месяца идет не очень, так сказать, очень плохая статистика. Вот. Ну, сейчас я с этим борюсь, точнее, уже поборол, можно сказать. Там иногда бывают какие-то, может, пару дней в месяц не очень хороших. Но так в целом эта проблема уже ушла. И вот как раз-таки у меня такой период был получается зимой прошлого года, когда я там как раз-таки заработал первые сто тысяч, потом что-то еще там заработал, и там месяц убыточный, потом второй убыточный месяц. Тут как раз я начал в этот момент еще криптой заниматься. Вот криптовалюта как раз-таки мне помогла в этот момент приобрести какую-то уверенность в трейдинге. Ну, то есть я умею. А с чем ты это связываешь? Вот именно убыточный период, черную полосу. Как ты считаешь? Ну, одна из проблем трейдеров, я считаю, то, что после серии каких-то успешных дней, недель, месяцев, какого-то успешного периода рынок все-таки меняется, а трейдер думает, что вот как он раньше делал, все еще это работает, вот, и начинает там так же торговать, условно, говоря, лить больше объем, чтобы больше заработать, ну, по отношению предыдущего месяца. А рынок поменялся, ты еще это не понимаешь, вот, на волне вот этого успеха. Ты думаешь, я понял рынок, я знаю его, все, я его покорил, а тут рыночек тебе по головке вот так вот рукой, бах, раз. Это хорошо, если так рукой. Да, потом пинках, как даст, сразу, да, кстати, отсылка еще к тому, что, вот о чем мы с тобой говорим, книжка, один хороший трейд, который говорит как раз о том, что надо адаптироваться, постоянно адаптироваться под рынки. Что касается твоих рекордов, сколько ты смог заработать за период, за месяц, например? Ну, не буду говорить цифру, но скажу, что семизначная там цифра присутствовала. За месяц. За месяц, да. Супер, класс. Это очень крутой результат. То есть спустя два с половиной года у тебя уже был рекорд, когда ты смог заработать такую достаточно приличную сумму. Как твои родители или родственники, близкие, относились к тому, что ты вот занимаешься трейдингом и то, что это на данный момент, не зря потраченное время и в будущем это принесет свои плоды. Особо убеждать не приходилось, но я просто рассказал, что это, как это. Вот есть ребята, которые этим занимаются. В принципе, в семье все достаточно немножко продвинуты в плане предпринимательства и все, что с этим связано. И как бы они сразу поняли. Это вообще непопулярная позиция. вообще непопулярная позиция. Как так получается, что твои родственники так в тебя верят? Не знаю. Ну, возможно, это больше связано не с какими-то их знаниями, а просто мне как-то доверились. Повезло. Что твои родственники говорят сейчас, спустя два с половиной года, как ты начал торговать, уже добился каких-то результатов? Слушай, ну, наверное, в какой-то степени гордятся то, что вот получилось, так сказать, найти такое занятие, которое бы приносило бы удовольствие и хороший доход. И все это в одном было. Есть ли у тебя какое-либо хобби? Как ты отвлекаешься от торговли? После таких тяжелых дней я люблю прийти домой, взять гитару и наигрывать какие-то мелодии, какие-то новые песни изучить, отработать старые. Музыка так успокаивает. Меня как-то уносит немного в другой мир, в астрал, где я уже отпускаю все свои негативные эмоции. И такая медитация для меня. Обновленный инструмент себе купить, может быть, есть какая-то мечта? Да, какому-нибудь обалденную гитару. В ближайшей перспективе я хочу посмотреть 12-струн, учиться не классно. А ты играешь только на классических или на каких-то электрические гитарах? Есть электрогитары, нет. Да есть, конечно, но я на обычной акустической. В целом, в будущем хотелось бы, как раз мы ехали с тобой в машине, ты говорил, что тебе, наверное, будет в будущем ты захочешь себе какую-то коллекцию гитар сделать. Такие мысли были, какие-нибудь классные, хорошие гитары себе купить. А сколько стоит гитара? Вот, например, который ты мечтаешь? Слушай, там ценник очень разнится. Там от 20 до полумиллиона там вообще можно разный купить. А от чего это зависит? От дерева? Типа, из чего это состоит? Бренда, от материалов, ну, не знаю, от звука. Ну, это относится как раз-таки к материалам. Вот. Ну, пока, если честно, я этот вопрос не прорабатывал. Вот в ближайшее время хочу доехать до музыкального магазина и посмотреть, вообще, что там. Слушай, это классное хобби. Обалдеть. Да. Кем ты видишь себя в 35 лет? И где ты видишь себя в 35 лет? Слушай, в 35 лет такой достаточно сложный вопрос. Можно оказаться где угодно, с кем угодно, но хотелось бы в 35 уже иметь какой-то ну, помимо того, что хотелось бы в 35 уже семье обзавестись. Вот. Плюс к этому хотелось бы иметь какой-то пассивный доход, какие-то дополнительные источники дохода. Это, наверное, одна из главных целей на ближайших 5 лет вот создать какой-то поток доходов, не зависящих от трейдинга. Вот. Это все, что угодно. Может быть, там, инвестиции, какой-то бизнес дополнительный, что-то еще. Вот. И в 35 лет, ну, наверное, это основное, что хотелось бы, ну, семья и какие-то дополнительные доходы. Ну, и также, наверное, все еще буду заниматься внутридневным трейдингом. Ты думаешь, что в 35 еще будешь заниматься? Ну, это 7-8 лет, я думаю. Ну, как минимум, буду уделять этому время. А что касается инвестиций, ты уже начал заниматься или планируешь? Я начинал по осени. Начинал? Начинал, да. Ну, в итоге, не знаю, то ли мне чуйка сработала, или что, я вот как раз перед этим всем падением скинул весь портфель, вот, и остался в кэше. Ну, не потерял? Ну, не потерял. Вот, и сейчас уже задумываюсь начать инвестировать. Откупать? Возможно, но при условии, что наладится геополитика, когда уже будет более понятно. То есть, сейчас не готов? Сейчас нет, сейчас я боюсь. А чего ты ждешь? Ну, то, что прям все стабилизируется? Это же может несколько лет пройти, на мой взгляд. Возможно, да. Но вот именно сейчас, вот в данный момент, пока нет. Возможно, там летом начну, да. Сейчас пока что нет. Часто мне пишут трейдеры, ну, в принципе, в комментариях достаточно часто мелькает этот вопрос о том, как увеличивать свои рабочие объемы, как продрессировать в этом плане. Может быть, что-то посоветуешь? Есть какие-то, какая-то методология от того, как ты увеличивал свой объем? Слушай, ну, тут такой вопрос, я нового ничего не скажу, это делают так все, все трейдеры. То есть, если есть положительная какая-то динамика в торговле, например, неделю в плюсы торговал, на следующей неделе увеличил там на 10-20% свои рабочие объемы. После того, как повысил эти объемы, также закрыл неделю в плюс, на следующей неделе также повышай. И вот такой методикой постепенно-постепенно приходишь к большим объемам. Только вот при положительной статистике. А у тебя было такое, что ты торгуешь вот каким-то одним объемом и потом увеличил его сразу на 100%? И тебя, возможно, рынок наказал за это? У меня были такие моменты, когда я резко увеличивал свои объемы, и, естественно, это очень сильно оказывалось. Я думаю, многие со мной так меня поддерживают. Есть такая штука, не знаю, психологическая, как ее называть, после того, как повышаешь просадку, то есть брать московскую биржу, вот, особенно, если это резко произошло, грубо говоря, с тысяч рублей до 10 тысяч поднял, ты вот первый день после того, как повысил просадку, обязательно там уйдешь в нее. С этой проблемой как раз-таки многие сталкиваются, потому что психологически не готовы к большим объемам. Нужно это делать постепенно. Многие торгуют поодиночке, просто, не знаю, не имея возможности либо в силу того, что психотип человека такой. То есть они торгуют обособленно так. Как ты считаешь, нужна ли команда трейдеру? Я считаю, что команда обязательно нужна в трейдинге, потому что есть трейдеры-одиночки, которые достигли каких-то результатов, но я считаю, это какие-то отдельные уникумы. Без команды очень сложно прийти к хорошим результатам, потому что команда дает очень быстрое развитие. Вы общаетесь, обсуждаете друг другу, что-то подсказываете, указываете на какие-то слабые стороны своего коллеги, и у вас происходит такая синергия, которая способствует вашему общему развитию как трейдера. Вот. И это, считаю, основополагающее в трейдинге. Команда должна обязательно быть. У тебя есть опыт торговли дома, у тебя есть опыт торговли в офисе, в команде. есть ли какая-то разница именно торговли удаленно, торгуя там с какими-то коллегами в чате и торговля в офисе? Разница есть, но она небольшая, потому что вы все равно общаетесь, если дома ты сидишь, ты общаешься в дискорде, так же происходит какое-то развитие торговли в команде. В офисе в принципе то же самое, только тут кому как комфортно, так сказать. некоторые люди вот например не могут в офисе торговать, им надо дома сидеть, чтобы никого вокруг не было, вот, я немного другой человек. Поторговав дома, поторговав в офисе, ну, для меня однозначно офис на булан. Вы торгуете допустим в чате в одном, общаетесь и наверняка если вы одного уровня присутствует дух соперничества да, какой-то, то есть кто-то заработал, кто-то успел в сделку зайти, кто-то не успел зайти в сделку и не мешает ли это? То есть появляется же какой-то азарт. Иногда это приводит к тому, что это прям мешает. Тут важно себя, не знаю, как-то контролировать и сосредоточиться именно на своей торговле, на своей системе, потому что иногда вот это соперничество приводит к не очень хорошим результатам. Вот, а так в целом оно должно присутствовать, но важно контролировать себя при этом. Должно? То есть подталкивать? Да, потому что некоторых людей надо подталкивать постоянно. К росту? Да, к росту именно. Потому что есть человек, он там сидит, одним объемом торгует, ему комфортно, все, он там в домике сидит, в своем печке рядом, так сказать. Вот, ему комфортно, но у него результаты на месте стоят. А может быть ему и не надо, если ему комфортно? Зачем его толкать? К росту? Не знаю, стабильность не всегда есть, если хорошо. Я заметил, что необходимо быть именно самобытным и самому принимать решения. Когда вы торгуете в команде, обычно кто-то тянет, бывает, кто-то, знаешь, такое чувство, как будто расслабился и, типа, ну, вот он примет решение, куда мы зайдем все вместе. Вот такое же тоже есть. Команды, в которых я торговал, такого не было, но наблюдая за другими трейдерами, ну, возможно, да, есть кто-то там постоянно сидит, слушает. Просто есть, да, психотип людей, который то ли не готов брать на себя ответственность, принять решение, то ли рассчитывает на кого-то, то есть... Такие трейдеры, я считаю, долго не останутся здесь. Трейдер, в первую очередь, должен сам принимать решение, должен принимать быстрое решение. Это к вопросу о росте как раз там. Может быть, он и не готов к росту, чтобы его толкать дальше? Ну, соответственно, он, скорее всего, уйдет в другую сферу работать. Вряд ли здесь остается. Да нет, ну, я не думаю, что так радикально, он просто останется на том уровне, на котором торгуют все. Возможно. Мы же сюда не за этим приходим, чтобы на одном месте... Как ты считаешь, какие качества необходимы человеку для того, чтобы преуспеть в торговле, в трейдинге? Во-первых, человек должен быстро принимать решение. Потому что зачастую у нас сделки одна-две секунды, три. Если человек чуть-чуть замнется, то все, потерял ситуацию и, соответственно, не заработал. Это, наверное, одно из главных качеств. Второе качество, это, наверное, ну, я даже не знаю, это качество назвать или как. Человек должен рассуждать логически. То есть, логически подходить к торговле. Зачастую там человек очень эмоционален и преобладает эмоции. Соответственно, он, когда торгует, не понимает, что делает. Ну, хаотичные какие-то движения совершает. Вот. В этом плане, наверное, стоит выделить качество менее эмоциональным. Хладнокровность. Хладнокровность. Хладнокровность, наверное. Более подходящее название. Вот. Ну, и давай третье еще назовем. Ну, стрессоустойчивость. Ну, люди, которые не готовы психологически к каким-то большим потерям, к трудностям серьезным, ну, просто не вывезут. Тут, как бы банально это ни звучало, вот, все указывают в резюме стрессоустойчивое, но далеко не так. Они еще не знают. Что такое стресс? Хорошо. Как ты считаешь, есть какой-то наиболее благоприятный возраст для того, чтобы начать торговать? Да. Именно внутри дневной торговли? Это, наверное, либо последние курсы университета, ну, скорее всего, вот, это последний курс университета, там, третий, четвертый курс, самое время начать, когда ты, у тебя нет никаких забот, ни хлопот, ни работы, ты вот можешь совмещать, в принципе, с учебы, и после уже окончания, там, полностью погрузиться в эту тему, ты уже придешь подготовленным. Как скажем, начинающие трейдеры, но которые уже в возрасте, там, под 50 лет. Стоит ли? Понятно, мы с тобой не знаем, то есть мы не были по ту сторону, так скажем, пока еще, и сложно сказать, ну, как ты считаешь? Я придерживаюсь такой позиции, что, ну, в любом возрасте нужно пробовать что-то новое, если тебе что-то не по душе, ну, почему бы не попробовать там и в 50 лет, а вдруг, ну, это твое, ты нашу найдешься... Вдруг талант. Да, вдруг у тебя талант к этому, поэтому, ну, обязательно надо как минимум попробовать. Так, сравнить, в Америке же много возрастных трейдеров. В любом возрасте, я думаю, можно начать, но самое благоприятное, я думаю, считаю, я считаю, что как раз-таки студенты, более подходящий, такой контингент. Что дал тебе трейдинг? Какие мечты ты уже исполнил? Какие... О чем ты мечтаешь, там, в ближайшее время, что ты мечтаешь исполнить? Во-первых, дал то, что, за чем я пришел, финансовую какую-то свободу относительно. И плюс возможность помогать родным и близким. А как ты помогаешь? Переводишь денежку просто? Ну, да. Определенные там обязательства помогают платить. Подарки, стараясь хорошие покупать. Радовать близких, понятно. Время поддержали, вот хочется как-то отплатить тем же. Вот. Ну, это, наверное, самое главное. Второе, это, ну, наверное, какая-то психологическая составляющая. развитие моего характера, более стал уверенным. Ты как-то не уверенно говоришь. Вторая часть вопроса ты не ответил, это мечты. Что бы ты хотел в ближайшее время либо вообще, в принципе, исполнить? Ну, одна из ближайших целей, наверное, купить все-таки себе машину. Ну, как банально это не звучало. Сейчас дорого стало, Да, сейчас, ну, уже подумаю чуть-чуть отсрочить эту покупку, подождать, может что-то изменится. Это будет твой первый автомобиль? Да, это будет первый автомобиль, вот. Ну, и второе, это, наверное, покупка дома. Это прям глобальные цели на... Ну, это на ближайший, наверное, год-два, вот так вот, в этом промежутке. Круто. А дом ты хочешь именно вот в Воронеже приобрести? Да. Ну, здесь у меня все близкие, родные, поэтому я думал о переезде, но все-таки я склоняюсь к тому, что я здесь, пока здесь буду, не готов к переезду. Финальный вопрос. Есть классная цитата, мне нравится. Это сказал Эд Сейкота. Рисковать следует не больше, чем ты можешь позволить себе потерять и одновременно достаточным, чтобы выигрыш получился существенным. Из этого вытекает вопрос, какое соотношение риск-прибыль ты считаешь приемлемым и какое соотношение риск-прибыль в среднем у тебя? Именно по нашей системе в нашей торговле приемлемым будет, наверное, минимум 1 к 5. У меня бывают сделки 1 к 3, 1 к 2, но это очень редко. Классическое. Это, да, классическое. Я стараюсь все-таки торговать с отношением риска там прибыли 1 к 10. Ну, потому что у нас, так сказать, наша торговая система позволяет это делать. А почему она позволяет, надо объяснить, потому что многие, я уверен, послушают, такие, о, что-то там заоблачные какие-то цифры ребята называют. Ну, чтобы вы понимали, у нас наша торговая система основана так, то есть, короткий, максимально короткий стоп и максимально длинный тейк. То есть, за счет того, что у нас есть стакан, где мы видим все заявки на покупку, на продажу, мы видим крупных участников, мы можем более детально проанализировать инструмент и, соответственно, выявить потенциал. То есть, например, бывают сделки, когда там видишь какого-то крупного участника, что он там зашел и начинает двигать сцену вперед. Ты вместе с этим участником заходишь, ставишь какой-то минимальный короткий стоп, например, если какой-то объем стоит, и тянешь, пока этот участник не начнет выходить, условно говоря. Цифры обозначены, я думаю, будет понятно. Саш, спасибо большое тебе за интервью, надеюсь, было интересно зрителям. Предлагайте в комментариях свои варианты гостей, кого бы вы хотели здесь видеть, и всем хорошего трейда. Оказавшись перед Ерчиком. Что ты ему скажешь? Субтитры сделал DimaTorzok